всем доброго придоброго утра мы ребята сегодня в китайском adidas и все такие модные приехали на базу на такси забрать mercedes сегодня не в рейс сейчас зайдем в гараж возьмем димки лампочки у него лампочки горят на всех этих но и там целая куча люстры габаритные и посмотрим как нам заклеили тент не стали делать снаружи заплатку а заплатка короче изнутри сейчас посмотрим как она выглядит пойдем в гараж поздороваемся владик еще дома ему позвонил кого здесь машина места места просто доброго то суббота ребята все чисто все на своих местах прям а масло на доливку можно набрать забрали мы лампочки димасику вова мне машину запустила нагреется сейчас посмотрим ребята что у нас стендом самое важное чтобы у нас здесь не забыли труба вставлена сейчас я пойду доски ребята ставлю лично на ремешки все так вот поправить красивенько выдавать так сейчас этим займусь блин такая обида ребята то генкин прицеп да нет так то молодцы ну ребятам короче оттает сейчас просто минус 5 потом как плюсовая будет проедемся чтобы одного цвета стало короче если приглядываться то видно но не особо хотя бы этой сиськи нет и изнутри посмотрим сейчас варежки одену перчатки и посмотрим изнутри доски вставили как как это ну молодцы прям молодцы ладно залезем я покажу еще изнутри а че у меня как-то тут досок стало больше что ли да мне досок добавили только как-то там три тут короче у меня теперь по пять досок напролет сейчас я сделаю грамотно их оставлю пойдем мне досок добавили это хорошо доброго утром с нас греется стоит ой как пахнет в нем вкусно солярки пол бака минус 3 отлично все разложим мишин дворник лежит с палкой два дворника и палка беру перчатки пошел вот ребята такие латки восстановили эту конечно неприятно но молодцы сделали хорошо вот они новые доски они помощнее сейчас разберемся как лучше сделать так как лучше сделать если мы в два этажа возим эту по оставляем эту оставляем наверное вот так и сделать то есть две и одна в середине на всякий случай да я наверно в таком порядке их и сделаю на подверг совсем не буду с досками ребята мне будет вот так внизу две здесь две на случай если что-то повезем обратку в один этаж чтобы было плотнее прибрался доски расставил кольцевая города санкт-петербург ребята с погодой нам повезло сухо без снега минус 2 минус 3 колеблется то есть нормально поехали я потихоньку иду пока по кольцевой не спеша у меня запас полтора часа очередь ребята на газовую заправку видите круглые баллоны сжиженный сжиженный по-моему да он называется правильно сжиженный метан сидит какая очередь сколько стоять автобусов ребята все больше и больше вот этих голубых нам нужно приехать ребята сейчас на территорию загрузки прежде чем вставать к воротам то есть я не пойду сразу оформляться мне надо ослабить все замки и натянуть тент потому что тент как парашют короче он не натянут но видимо ребята ставили не стали сильно натягивать сейчас я его натяну чтоб он как струночка был правая сторона вообще то есть как как стеночка как рефик и левая вот так вот делает надувается сейчас ее натяну замочки все подтянул чтоб все четко 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 все было и все и уже пойду оформлюсь мне сразу скажут вставайте на ворота пусть сегодня суббота на 12 может чуть раньше поставят в общем нам без разницы мы едем до нашей любимой стоянки скорость будем кушать нашу любимую курицу по-тайски с пюре и чесночным соусом то есть не изменяем традициям поворачиваем на загрузку натянул ребята три щелчка аж повернулась все сейчас как струночка все ремешки еще подтянул ну так без как без фанатизма имеется виду но сейчас четко по ним хлоп-хлоп она так ровненько в общем сходил оформился после маны ребята встаем пока пьем чай да и разложить надо посмотреть у меня тут продукты какие есть прибраться в холодильнике и посмотреть что нам докупить но первое самое важное это red ball семечек можно еще и посмотрим сейчас чего еще можно купить вкусненького на дорожку ребята загружены в идеале включил чемпионат мира 2022 у нас идет ребята олимпиада напомню кто не в курсе может быть кто-то не знал как я я узнал от миши включил вот новый керлинг сейчас начнется по керлингу среди мужских команд россия и китай мишка говорил вчера была здесь написано два часа назад опубликовано то есть посмотрим интересно поболеем за наших спортсменов удачи и побольше наград как говорится честной борьбы и чтоб все было только на высшем уровне ребята времени у нас без 10 2 далее выходные дни ребята мы заезжаем без пропуска можно так выезжать не нужно выходить к охране выехали вообще свободно загрузились не очередей ничего сейчас легковую пропущу чтобы не дун 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 по кочкам не ехать не ему не мне к чему планил то что же короче мысль сбилась чего начал говорить потом отвлекся и не бывает вот загрузились в общем это хорошо а времени два доедем ли мы до скорости до скорости это ребята без остановки будет времени 10 да ну и нормально в 10 приедем поспим короче едем тем более отдохнули мы два дня полноценных что нормально берет ребята у нас сегодня спокойная езда сейчас по встречался мне навстречу для валера на трех двоечках едет выгрузка в качи не год мне завтра весь день стоять то есть не дать до питера не доезжая ягод постою и как поняли к уже выгружу сейчас к деревне будет переезд там две и теки то ли остановились с друг другом поболтать один справа другой слева и играть оба упали я как так он хотя сам нет я сам это видел так что есть смотри там готовы эвакуаторы приехали я клуба богатого туда против друга может ночевали что подтаяло или или типа вот так почищено было я не знаю в общем ребят сейчас посмотрим что там такое у нас на месте выгрузки куда мы едем когда мы попадаем под выходные напомню сегодня суббота загрузка задерживается то есть долгая процедура 015 димка на трех восьмерках едет туда серега сто восемьдесят шестой и я короче я хотел до скорости это 10 пол 11 до скорости прибытия но решил нет смысла доедем до балтики с нее можно выезжать и на москву и на питер заедем на балтику дима сказал там можно набрать артезианской воды она написана родниковая вода питьевая наберем этой воды она очень вкусная дима сказал я не знал даже между шиномонтажкой и входом в кафе и спокойно будем 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 спокойно отдыхать надо будет смонтировать ролик потому что на запоздание недели мне надо ребята это все быстренько быстренько по два дня слепить 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 что-нибудь вот последний ролик я сегодня монтировал то часовой ровно час я говорил я просто говорил говорил как нет в ролике кусочка такого чтоб коп секунды три хотя бы тишина была язык без костей называется сколько можно коля болтать о чем можно болтать я сам не знаю в общем едем до деревне переезд посмотрим каша у людей горе дай бог чтоб без же все было хорошо а костюм ребята как он мне нравится костюм штаны удобный я с них комфортно себя чувствую то есть меня не тянет ничего свободно ноги свободные вообще классно балдею кроссовки тоже классный для работы самое то костюмчик капюшончик накинул не капюшон это когда дождь я капюшонов не хожу подстриженный весь дома все дела сделал генеральную уборку сделал вот сок то есть я выехал с дома перекрыл краны воду ну мало ли закон подлости там на день на два уезжаешь и трубу какой-нибудь прорвет или еще чего-нибудь и там не достучаться дуду дуду молодой человек в этом топите я перекрыл воду короче так спокойней то сам себе в голове накрыл вот опять начинаю болтать пустого места сейчас гена позвонил он у нас напомню уехал на газовом камазе екатеринбург уже возвращается и на свой мерседес будет садиться звонит крит тебе горит валера звонил я бурта он тоже короче видеть эту картину поздороваться остановились два рефа я его как так-то ну-ка-то обочина чищены ну лопата выдвигается видимо подумали что обочина широкая и год один свалился как почти уже на боку там так вот короче мы ребята подъезжаем к этому месту а второй год так ну то есть два эвакуатора принято спасибо у вас на питер ребят чисто в начале объездной великого транспортики принято хорошие дорожки так мы посмотрим как тут такое могло быть инспектор пока я не буду так сильно снимать точно на боку и один и второй одного вытаскивают вот одна и тэка на ровном месте вот вторую вытаскивают двумя подняли уже и тут и тэка как так еще один остановился на ровном месте ребята на бок охренеть коварная зима оттепель это вот ноль плюс два плюс три на севере ребята от тобольска и туда дальше в сторону нового рингуя обочины вообще летом вроде солнце светит смотришь она такая высохшая обочина песчаная что можно остановиться только на нее касаешься колесом на колесо наматывается такая глина если ты двумя колесами спустился с асфальта успел все ты сразу в канаве в ковете правильно то есть слетаешь и стоит в клинике ручей конкретно в клинике если ногами наступить тут вот такой катушка на ноге будет вот в общем дай бог чтоб груз не повредился водителям ничего за это не было глобального максимум какой выговор либо чем такое то есть это может ребята случится с каждым то есть не специально они ехали ехали семён да привет давай положим две машины то есть это все работа возможно недосыпы какие-то возможно утомленность возможно солнце возможно то есть много факторов поехали дальше да с погодкой нам ребята повезло конечно это я понимаю экономия не замерзайки ядрово пойдем ребята в наш любимый магазинчик надо купить свежий лимон радобол и чё-нибудь посмотрим что там есть вкусного интересного продолжаем ехать что-то я заинтересовался с ваты с воды называется 5 серия почему-то но видимо серии по-разному то есть каждая серия какой какая-то история 2 часа 15 минут до идет в общем ребята вот она стоянка на которую я хотел встать на проехали балтика времени без 10 7 чё-то рановато будет поеду я до скорости до скорости еще 170 километров да потому что проснусь мне надо будет за шашлыка свеженького в дорогу сейчас вечером покушать чуть вкусного принципе пока не голодный и ребята с погодой будет обидно если завтра проснусь сейчас заеду рано на стоянку завтра проснусь и будет идти снег какая-то мерзкая такая погода а пока у нас сухо стекло не тру едется отлично субботний вечер то есть прекрасно вообще едем дальше да это у нас одна скорость еще одна сто сорок первый километр и я как-то привык на этой стоянке уже короче как дома там одно второе третье водички наберем поедем пока едется но интересный такой как сказать сваты сваты я не знаю ударение правильно такой юморной спокойный сериальчик про взрослых про взрослую деревенскую жизнь вот мы ребята уже на стоянке прибыли в девять часов я останавливался ребята один раз только в магазин вообще сегодня просто едется легко наверное то что два дня отдохнул и погодные условия кстати влияют на усталость сильно сильно влияют когда сложные погодные условия допустим этот ледяной дождь или снег или гололед устаешь до на порядок не так что там на слегка чувствуется что сильнее устало прям конкретно уже замотанный переезжаешь на эту стоянку сейчас я вполне на бодриках да принципе чуть-чуть на посмотрим а завтра уже на месте будем монтажом заниматься и рамки ставить всем огромное спасибо за просмотр я сейчас постараюсь встать во второй ряд к рефом потому что мне не принципиально ночевать возле рефа или там возле работающей машины мне пофигу ящику лучше сплю всем пока пока до завтра всем доброго подъем поехали дальше 13 завтра день влюбленных ребята будут поздравлять пары друг друга с праздником так и чё день рождения через пять дней пять дней подъем застилаемся так я переехал ребята со своего места встал поближе кафешки пойду наберу воды подготовил 2 по две с половиной и технической нам бы то брать потому что сегодня ребята скорее всего будем стоять весь день надо будет установить рамки никелированные надо будет все там помыть технички у меня совсем по моему немного осталось да пойдем набирать воды и выкинем мусор пошли выспался ну как сказать во сколько вчера лег так пол десятого я грубо здесь был таймер оставил на девять это пять часов в десяти короче в действие поставил таймер на девять часов это всем будет ли блин но а проснулся я проснулся я в пять короче где-то я часов ребята шесть полноцен на шесть половины поставку подним заводы ребята воды мы набрали технической питьевой времени 605 на улице в плюс 2 пахнет весной настроение огонь выезжаем на выгрузку воскресенье напомню подъезжаем ребята на выгрузку времени 9 15 по идее должен быть тут где-то в 3 приехать но нам не спится как всегда молодцы почищена обочина то есть можно уже спокойно ночевать и не бояться что снесут зеркало но ночевать на обочине не нужно потому что стоянка вся тоже оттаяла так как приближается весна и у нас теплый февраль идем оформляемся у нас на стоянке три наших машины и еще какие-то сторонние машины на выгрузку то есть нам ребята это как минимум до завтра до завтра сидеть будем что-нибудь смотреть так куда встанем чтобы нам сходить оформиться сейчас широко нормально сейчас подъедем к этой кучке снега и пойдем оформляться оформились на стоянку ну тут было без вариантов я уже знал сто процентов поедем на стоянку димку чаем поить и рамки заменим сегодня у нас будет все красиво а тут ребята такой вот заржавели потому что металл с алюминием реагирует вот так главное рамка вот сюда вот стало мне надо быть это все сейчас теплой водой помыть с губки и уже зафиксировать вот такие катафотики и сзади а акт раз 186 значит пошел на калугу потому что его здесь нет а он шел впереди меня так рядом с димасиком станем там развернуться на мой мордой заедем потом назад сдадим сюда подъедем и рядом с димкой встанем что димка тоже после камаза нам с ним вместе бичевать какая volvo ребята такой год девяносто восьмой что ли у нее чикти гоняет да и встанем рядом лялька просто лялька акс разворачиваемся хорошо с выпицы на 15 у нас команда я до конца не стал сдавать по что мне рамку еще сзади менять все чуть-чуть помолотим то хотя мы тут на холостых ехали ничего страшного ну хотя бы минутки две и заглушен прожечься пока не просит а так то было неплохо здесь прожечься где-нибудь наверно в обед но пока не просит так события события у нас только одно это нужно наполнить бак ребята полностью левый чтобы пропала эта ошибка это когда в резерв машина машину пускаешь тогда это ошибка загорается дима дима привет ребятам я сейчас поставлю а у нас давно месяц новенький да получается вот новенький водитель у нас сейчас познакомлю а зовут как все будем знакомы меня николай все с канала дай бог проработать долго и долго она еще я потрогал она тепленькая ну и здесь на холостых ехал я хотел чтоб меня поставили первого чё там чё нам халает сейчас это же ребята перекушу и пойдем потихонечку надо помыть все а а лампочки все эти привез ты будешь лампочки меня тебе помочь а лампочки тебе не надо ну ладно все ставим чай нет 186 тоже сюда так он оформился впереди меня потому что мне же надо после него оформиться позавтракали поболтали с димой где-то час бла-бла-бла-бла одеваюсь ребята в робу и пойду ставить рамки начать наверное задней это похоже знаешь издалека на пакетик с коксом колеса ну начать задней мало ли к пандусу подъеду нет начну с передней потому что самое сложное это переднее напомню как мама учила начинаем со сложного заканчиваем легким правильно уроки уроки имею ввиду а ты там про чё подумал димка пошел разбирать панель мы вкратце покажем что там у него не надо мой контент отбирать то есть обязательно покажем чем там будет делать слушай у меня мерседес который на данный момент стоит больше 10 миллионов почему в переднем бампер на саморезах прикручена номера мне сейчас там придется расшарошить чтобы эти катафотики вкрутить на потом мишка будет уже думать что делать дальше опа этот как это называется когда говорят точу то что будет ну когда фильм допустим кто-то посмотрел и спойлер 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 из рано да в общем все ребята пойдем ставить рамочки чайник пока не убираем нам его пить и пить сегодня два комплекта болтов напомню купил так как красных не нужно будет два комплекта назад тягача и на прицеп и три рамки по 450 рублей такие классные рамки в рамках здесь вот так как куда они включаются вот здесь вот саморезики вкручиваются чтобы они фиксировались посмотрю подлезу нет такие вот либо с боков закрутим чтобы она не отпала потому что на одном из камазов прошлой работе я потерял заднюю пришлось покупать новую но эти фиксируются хорошо рамки и не ржавеют пойдем берем одну берем одну откручиваем сначала спереди дмитрий вячеслав еще нас трет я тоже здесь помыл подготовил и будем откручивать этот безобразие посмотрим что у нас так ребята вот сзади я вспомнил когда я сел на машину вот такая печаль к может как-то так разбирается здесь уже ничего не защелкивается видишь она почему-то свободно так болтается рамки похоже одинаковые официальный дилер даймс кб бэнс да точно такая же рамка так пока спереди закончим потом будем здесь здесь проще и так ребята так как сзади рамка сломанная мы решили снять и посмотреть по ней как открывается то рамка но дима посмотри на нее она сломана определим здесь она цельная да получается что там что там и тут она нигде не открывают и тут не открывается как как номер запихивается может он как-то однократно запихивается и чеки правда что ли приклеивать или запаивают наверно заклеивать вот этих местах в этих лет не открывается он было бы понятно так ладно какой у меня это у меня спереди номер он камнями меня не отбитый него вперед поставить или назад сюда нет нормальный номер а это задний щас этот какой-то не видишь его запихивали дима он сверху места но я одной рукой не могу видишь вот эти вот места и вот это он просто играл по против да так ладно пока передняя так оставляю мало ли позвонят пока займусь задним помою и задним оставлю и так ребята подготовил я место по номера снял демонтировал оба номера как мы видим с вами вот у нас передний номер от саморезов так как металл с алюминием вступает в реакцию и он начинает гнить как мы видим да сейчас у нас будут болтики с пластмасскими закручены то есть этой причины уже не будет чтобы сберечь свой номер да постарайтесь закрутить все таки чтобы был пластмасс пластмассу и также мы наблюдаем смотрите вот на два номера я знаю видно вам нет передний номер от пескоструин камнями видно это он чистый даже салфеткой протертый чуть мутнее то есть он же покрыты какой-то пленка защитный номер когда он изготавливается тонкой тонкой это вся пленка от пескоструина всем как показать наверное видно да что один чуть чуть хуже другого у меня ребята такое решение поставить более красивый номер вперед то есть он общен как новый прям новенький на рамки будет на классный классный с болтиками там будет вообще огонь а этот поставить назад номер да то есть тоже эти места скроются болтиками так вот будет плюс рамка не будет видно этого ничего и порнографии что машина вся беленькая красивенькая и вообще будет отлично начинаю собирать рамки и уже выйду с готовыми рамками будем прикручивать спереди надо будет сделать чуть чуть больше ну чтобы вот эта штука закрутилась там туго-туго туда а сзади была прикручена рамка на четырех вот этих вот маленьких саморезах и к рамке крепился стяжками номер нет мы сделаем тоже дырки будет проходить дырка и закручиваться болтиком будет уже надежно чё ты ножи предлагаешь телефон и ножи иголка есть зачем тебе нет хотя нет иголки зачем я спрашиваю зачем она ему ребята в пакете они кажутся вот такими но когда ты открываешь пакет ты охреневаешь как они блестят доброго доброго вам знакомы с ним что два рейса снова у вас сегодня они там мало на рейсик да на рейсик да я рамку сломанную кинул я сейчас кстати стараюсь когда сюда приезжаю выкидывать в большие баки а сюда не привозить мусор поставок когда вы с вами познакомились что вы дворей соделали вот красота огонь собираем ребята как сорока влюбился блестящие да я тут там боясь или также выкинул дим возле туалета зеленый бак да видел вот я в него кидаю ребята какая красота получилась сейчас болтик ставим болтик четко встает отлично перед сейчас хочу еще кое-что сказать чтобы не не обманулись с рамками то есть есть ребята продаются это мне женщина подсказала я у него кстати уже покупаю второй раз рамки смотрите то есть комплекте идут такие вот нержавеющие саморезики почему я потерял на камазе потому что у меня тут были только на защелках и были с боков вот такие дырки под саморезы в комплекте шли два черных саморезов этих здоровых это не то и когда ставить этот катафотик он заходил на железку то здесь видно что он не на железку попадает вот четко здесь также четко а там залазил аж на железку здесь идут такие вот болтики с нержавейки аккуратны то есть рамка уже никуда вообще не денется все она никуда вы никогда не отпадет не ржавеет собираю 2 пойдем мастерить это у нас перед будет красивый красивый перед все ребята готова вот такая красота пойдем ставить назад прелесть сзади у нас ребята тоже готова насквозь и на гайке остался прицеп ремонт а тут что тоже с казахстана родом всем землякам привет это это просто у нас в россии в россии ходит такое поверье казахская сварка ребята сзади у нас маленький косяк не знаю почему кто производитель кроны но стандартных дырок под номер нет то есть не попадает где-то примерно должны быть они вот здесь и вот здесь то есть что мы сейчас делаем вытаскиваем номер ставим обратно в кроновский оригинальную пластмасску в кроновскую и уже по номеру просверлим на базе либо где-нибудь у тебя нет дрели или шуруповерта разбираем снова рамку да к дыроку у кроны чё какие-то номера другие множество дырок но мне а как а куда я их поставлю тут нет дырок даже по кругу вот так да нет ладно поедем поедем ставим ребята разбираем ставим пока ту которая была и и уже просверлим на базе отдельно прикрутим обидно выхода нет нужно дрел почему-то я камера такая так ребят предупредить то есть у меня здесь не просто на стяжках будет рамка закреплена на два болта здесь оригинальная кроновская эта штука стяжки так для страховки наверное сейчас мы отщелкнем ее оригинальную кроновскую и номер полноценно стоит можно стяжки не ставить а кто-то не подумает что я на стяжках езжу стяжки уже так для уверенности чтоб не отстегнуть а потом приедем и вот по этим прям уже просверлить сразу сейчас мы по номеру увидим и прям так тун и все смотри даже метить не надо много-много до готова всякий случай на стяжки здесь оригинальная кронская мягонькая я потом на базе оставлю ребятам все пошел складывать все ключи мы эти руки и все доброго утра ребята димасик запустился я тоже запустился аккумулятор подзаряжаем у димы была здесь вторая ночь у меня первая ожидаем идет пересменка у ребят восемь часов не знаю выгрузать сегодня нет понедельник в принципе должны доброго утра меня уже ребята заочно поздравляют с днем рождения евгений да да а джинька а мы только проснулись заряжаемся спасибо огромное все хорошо мне чай пока пить меня с днем рождения уже поздравляю с цепью в очках такой тип ну смысле цыпленок прикольный а да на этом на форде а минимуме так ладно умывается дальше полотенцем с зубной щеткой мишка чудо песен с утра mercedes у нас прожигается потом может позарим яички ближе к обеду обожаю чай с лимоном следующий шаг уйдем мое фонари какие модные у него сзади пойдем грузить ролик так 015 у нас уехал в подольск грузится серёге дали дсп вырубный порт у димки то есть 015 выгружены серёга выгружены димка на выгрузке у нас стоит грузится обраткой остаюсь ребята на стоянке я один если меня сегодня выгрузят посмотрим какая будет обратка то есть это уже радует я остался ребята один смотрю на премиуме какой-то фильм называется крипто посмотрим что за фильм рэдбульчик и сухарики холодец с хреном времени ребята 1847 приехал я по моему вчера в 9 сегодня утром в 9 было было сутки через два часа будет полтора суток и как после димки поставили три машины к пандусам так они и стоят скоро будем спать ложится ужас у меня уже все перемешалось с телевизором есть уже не могу по что полный такая вот у нас выгрузка так перед днем рождения соберешься такой ну ладно рейсик еще и успею хрен то а у нас уже домик забронирован сауной с уличным бассейном с русской бани с мангалом такой цивильный будет отдых 36 лет будет так еще чая попить нет не буду ожидаем у меня ребята есть вот такой от плов я вчера диме одну банку дал миша его нахваливают узбекский я решил его попробовать но холодный он не заходит у меня еще есть три яичка они со мной катаются уже ого-го сколько времени сейчас разогрею все это на сковородке плов мишка ведь масло не надо потому что он жирный но я чуть капну сверху разобью яйца посолю сколько можно есть и поем да и затем поставлю чайник что-то есть захотел из 15 8 смотрим стендап на тнт премьере ребята вот так вот у меня получилось подогрел плов выключил плитку дождался когда все успокоится открыл крышку разбил яйца включил закрыл крышку включил снова плитку дождался когда побелеют выключил все самое самое то у кайф и будем наверно спать ложится вот таком состоянии яички получились огонь все хлеб и будем макать наломал так будем кушать приятного аппетита всем доброго утра 8 18 через полчаса ребята будет ровно двое суток как я нахожусь на этом заводе и на этой стоянке просыпаемся и выспался чистим зубы ставим чай лайфхак кстати ребята чокупай как открыть чтобы я первую коробку которая была открыл по так надо было вторую отдать мишки на мишка у нас отказался не надо не надо у него там сладости всякие ну ладно буду кого-нибудь угощать потом вспомнил что она мне катается в спальнике уже на протяжении наверное месяца дай думаю как ее открыть ушас 1 постоянно там то высыпятся спальники то как там я в общем оторвал сначала полоску вот до сюда оторвал эту полосочку потом эту оторвал и все то есть у допустим нужно чокупать это хлоп как показать ну то есть хлоп взялся за нее и вытащил потому что им я редко сладкая и все и потом можно хочу делать и она не выпадет тряси не тряси опять положил перед сном сюда и все лайфхак чем бы дитя не тешилось путем монтировать еще что ли ролик но нам пока время есть итак ребята 1127 я не успел чай допить позвонили на выгрузку подъезжать это хорошо затем съездим заправимся и наверное успеем и сегодня на загрузку в общем позвоним 1434 только загорелся светофор красным и начали выгружать на загрузку ехать надо быть до 4 до загрузки ехать час 57 минут показывает это за 25 минут мне нужно выгрузиться закрыть ворота пойти забрать бумаги выехать с завода короче нихера я не успевают буквально полчаса посмотрим как выгрузимся если что поедем на заправку заправимся спокойно потому что нам нужно выехать на загрузку ехать туда а на заправку сюда то есть если мы выйдем на загрузку потом поедем домой нам придется снова возвращаться на заправку что мы выйдем заправимся обратно заедем здесь прям переночуем и утром поедем к девяти на загрузку обида обид вот раньше бы на полчаса в два хотя бы чтоб я был освобожден тогда бы я навигатор показывать час конечно это всегда больше хотя бы за час 15 доехал и кто меня там до 4 ждет бог открыть ремни прокинуть 8 ремней повезем какие-то мангалы не помню говорил нет я уже с ума тут схожу если я здесь буду ночевать до завтра это трое суток ребята в 9 утра приехал и трое суток получится ужас времени ребята 3 05 забрал бумаги сейчас на кпп там бочка еще оформляется короче минут 15 только вы едем 20 не успеваем чуть-чуть от буквально полчаса ну это эти полчаса неизвестно потому что время вечер можно попасть какую пробку вот так вот простоять два с половиной дня грубо маска еще будет нужно и не успеть на загрузку обида ладно все что делается делается к лучшему числа есть позвонил я говорю что я не успеваю он такой ну ты-то ничего хоть я говорю да ладно чего производства чего теперь мне бы побриться светло будет так по бочку оформилась выехала до так плюс один заправимся заедем магазин продукты возьмем сейчас его ребят спрошу переночевать но так и так объясню ситуацию обратку не искали по той причине потому что было неизвестно когда я выгружусь и загрузка будет только завтра но они не откажут на лореале охраны это мировые мужики никогда не отказывали то есть ты выгрузился все пожалуйста можешь переночевать и станция нам нужно чтобы ребята 600 литров которые у меня сейчас нужно заправить наполнили левый бак полностью чтобы у нас ушло вот это вот событие событие одно сначала заполните основной бак левый эта ошибка напомню вылазит тогда когда бак отпускается на уровень ниже 1 4 напомню ребята те кто на них будет работать на mp4 mp5 старайтесь не отпускать бак до красных делений тогда он вот эту ошибку ловит по надеемся что нам хватит 600 литров добить его до полного приподнимемся жопу тягача спокойно заправим и все и без ошибок было бы классно и уйдет мы все даже не пустили бы может было на обочине пересекать но пустят пойдем открывать показывать я уж соскучился по рулю все ребята меня посмотрели в прицепе посмотрели в кабине но я объяснил ситуацию логисты не знали брать не брать вообще и уже под конец вылезла заявка на которую не успеваю я груз съезжу в магазин потому что продукты уже под кончаются и заправить автомобиль нужно потому что аккумуляторы подсевшие ну надо то есть проехаться можно ли у вас переночевать это не вопрос конечно стоянка уже такой забиты не будет как мы там распихивались позавчера было или вчера очень много было машин я вну наших по крайней мере не едет ни одной посмотрел по программе а наших это ну максимум бывает пять машин а минимум 2 идет то есть видимо какой-то спад потому что сейчас поговорил тоже с тем кто выгружает я уж что у вас такой шквал на патрон такой там будет все нормально и смеется ну у ребят видимо какой-то завал работы все охранники я уже чуть купить к чаю он такой-то не надо ничего подъедешь к шлагбауму если как мы тебя не увидим нажмешь кнопочку то есть все без проблем нас спускают на территорию а он и чтобы ты ведь оказывается знаменитость я в смысле ребята как приезжали спрашивали что николай это у вас здесь не здесь мы сказали что на стоянке отдыхаешь видимо не стали ребята кто-то видимо из подписчиков приезжал может поздновато приезжал кто его знает я бы да ладно я там так фигней занимаюсь снимаю вот поехали спокойно на заправку чем мы ребята сейчас дольше промолотим хотя бы часик чем лучше чтобы подзарядить аккумуляторы сети какая погода прекрасно просто начинается таять весна красота ну что добрый путь до сначала на заправку на заправке постараемся ничего такого не покупать потому что там все в два раза дороже в три раза дороже а уже до магазина сладкая водичка кончилась пепси потому что там с димка еще поделился он так же как и я подбомжовывает уже ну и колбаска-молбаска сыр кончился майонез надо купить свежий ну не то что свежий а тут кончился в общем посмотрю поехали на заправку водичку набрал четыре раза по 150 чтоб не путаться последние 150 приходит и так ребята запихал я кое-как я так ни разу не запихивал до конца ключ до конца кое-как наиполнюхонький баг так это я приподнимал как он называется это правильно зад тягача ура пропала ошибка от этой ошибки мы вот так вот транспортное положение и все автомобиль становится в транспортное положение отпускается чек все сейчас потухнет готова ребята событий 0 мы без ошибок ура ура поехали в магазин продуктовый они все у меня пони тоже вперед влезла четко последние 13 литров ребята это вообще было капец потихоньку потихоньку приоткрыл это маленькое окошко и туда сторонку наливал никого никого бампером зацепимся сейчас радиус возьмем колонка че у нас там тоже все хорошо уже прошли прямо отлично магазин без пяти 4 вообще зашкаливает стрелка на за ночь ребята перебежит самотеком